Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Очень давно уже не было новых видео, но так как только что закончился урожайный сезон, я уверена, что наверняка у вас осталось дома много кабачков, которые вы уже не знаете куда девать. В этом видео я расскажу вам, как варить варенье из кабачков. Да-да, такое возможно, не удивляйтесь. Итак, если у вас уже видавший виды кабачок, как был у меня, тогда необходимо убрать с него кожицу обязательно. А также убираем всю эту не очень красивую мякоть и семена. Не пугайтесь, вкус самих кабачков варенье чувствоваться не будет, потому что кабачок отлично впитывает вкусы и ароматы, поэтому варенье у нас будет цитрусовое. А кабачок придаст ему интересную хрустинку. Нарезаем на небольшие кубики длиной примерно 1 см. Для более интересного вкуса и аромата я взяла 1 красный апельсин и 1 обыкновенный апельсин. Сначала мы натираем цедру, затем мы будем убирать вот эту вот белую мякоть кожуру, для того, чтобы варенье у нас не было горьким. И будем добавлять уже саму мякоть апельсина. Убираем все белые прожилки и повторяем те же манипуляции со вторым апельсином и с лимоном. Вы не представляете, какой стоит потрясающий аромат. Безумно вкусный запах цитрусовых. Обожаю. Мне пришлось оставить это постоять на несколько часов, потому что не могла сварить варенье сразу. Но вообще это делать не обязательно, можете сразу же начинать варить. Варим на мощности чуть ниже среднего. Точное время сказать не могу. Это зависит от сочности кабачков и цитрусовых, потому что они дают много влаги или могут не давать. То есть это зависит от сорта. Но примерно у вас должно уйти не менее 15-20 минут. Нам необходимо, чтобы выпарилась лишняя влага и чтобы кабачки у нас не были сырыми. Также важно не варить слишком долго, иначе это будет просто каша и от кабачков совсем не останется хрустинки. В общем, ждем, пока количество влаги уменьшится примерно в 2 раза. Густым варенье это все равно не будет. Плюс после остывания оно еще загустеет. Поэтому главное, чтобы не было слишком много влаги, чтобы не было у нас компота. Честно признаться, я его немножко не доварила. У меня оно получилось все-таки жидковатым, но мне безумно хотелось попробовать уже круассан с этим вкуснейшим вареньем, потому что пахло оно просто божественно. Всем спасибо за просмотр! Приятного аппетита!